Врачи Центральной районной поликлиники обследуют оленеводов и жителей поселка Харивер. Сегодня бригада медиков в рамках социального проекта «Красный чум» вылетела в национальный поселок. В НАУ начнется строительство инфекционного отделения и пристройки к окружной больнице. Соответствующее решение озвучено на очередном заседании администрации округа. Молодые специалисты успешно завершили профессиональные испытания. В течение трех дней они демонстрировали свои навыки и профессиональное мастерство в региональном чемпионате WorldSkills Russia. Лыжный прокат открылся в Наринмаре. Шесть дней в неделю, в будни и в выходные дни прокат в районе лыжероллерной трассы предоставляет свои услуги для жителей и гостей города. Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирина Никешина. Здравствуйте! Командировка длиной в 10 дней. Бригада врачей Центральной районной поликлиники сегодня вылетела в Харивер. Здесь в рамках медико-социального проекта «Красный чум» специалисты медотряда обследуют свыше 700 местных жителей, в том числе 9 оленеводческих бригад. Завтра воздушный борд доставит в Харивер флюороотряд. Напомню, финансирование проекта «Красный чум» осуществляется в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между администрацией НАУ и компанией «Лукоэл». «Лукоэл Коми» на реализацию проекта в период с 2008 по 2017 год выделила 14,5 миллионов рублей и свыше 2,5 миллионов рублей в этом году. Большая часть средств направлена на приобретение медикаментов и перевязочных средств, а также расходных материалов. Обо всем по порядку в нашем следующем сюжете. В то время, пока большая часть наредмарцев еще спит, медицинский отряд районной поликлиники ожидает регистрации на рейс. На часах еще нет семи, а они уже в полной боевой готовности обследовать и назначать лечение. Десять дней без выходных. «Это будет комплексное обследование. Основная задача у нас именно просмотреть коренное население. Это кочующие оленеводы. Планируется осмотреть 9 бригад. Ну и попутно осмотреть население Харивера. То есть любой желающий может прийти и получить консультацию и обследование у наших специалистов». По словам Ивана Пантелеева, в составе мобильной бригады 10 специалистов, в том числе педиатр, стоматолог и врач ультразвуковой диагностики. Проект «Красный чум» позволяет врачам своевременно выявить заболевания на ранних стадиях. Также, помимо оказания медицинской помощи кочевому населению в отдаленных регионах Заполярья, осуществляется обеспечение оленеводческих бригад необходимыми медикаментами и обучение чумработниц методом оказания первой медицинской помощи. «Мы с собой скомплектовали аптечки на 9 бригад. С подробным описанием каждого препарата бригадирам раздадим чумработницам, объясним, какой препарат при каком заболевании принимать». В этом году проекту «Красный чум» исполнилось 89 лет. Он является продолжением «Красных чумов», созданных в конце 20-х годов 20-го столетия, которые в 1975-м прекратили свое существование. «Несколько этапов было реализации данного проекта. Изначально, если вообще вспоминать историю, это еще 30-е годы, когда выезжали с Тойбища коленеводом. Возродили мы его в 2002 году. При поддержке Ассоциации Нинецкого народа и СВИ это был первый этап возрождения. Дальше у нас уже с 2008 года он принял такой долгосрочный, уже ежегодный характер». Долгосрочный социальный медицинский проект «Красный чум» является одним из титульных социальных проектов «Лукойл-Коми» в области взаимодействия с администрацией региона, центральной районной поликлиникой и коренными малочисленными народами Севера. Общий объем финансирования совместного проекта со стороны «Лукойла» вперед с 2008 по 2017 годы составил 14,5 миллионов рублей. За это время медицинское обследование прошли порядка 6 тысяч человек. «Проект «Красный чум» безусловно является важным неприемным мероприятием для жителей Тундры, которые ведут кочевой образ жизни. В силу специфики своей работы у них не всегда есть возможность получить социальную помощь в больницах, пройти гипнотическое обследование. И «Красный чум» в настоящее время восполняет этот пробел. В этом году на реализацию проекта «Лукойл-Коми» выделил порядка 2 миллионов 700 тысяч рублей. Большая часть средств направлена на приобретение медикаментов и перевязочных средств и расходных материалов. Ирина Никешина, Владислав Носкин, Александр Усачев, Телеканал «Север». В Нинецком округе начнется строительство инфекционного отделения и пристройки к окружной больнице. Соответствующее решение было озвучено накануне на очередном заседании администрации региона. Объекты капитального строительства планируется построить за счет средств окружного и федерального бюджетов. Сроки завершения их строительства запланированы на 2021 и 2022 годы. Отмечу, что необходимое строительство инфекционного отделения и пристройки к Нинецкой окружной больнице с привлечением федеральных средств ранее обсуждались главой региона Александром Цибульским на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Первоначально запланировано возведение пристройки главному корпусу окружной больницы. Она будет предоставлять собой четырехэтажное здание с цокольным и техническими этажами общей площадью порядка 7800 квадратных метров. Согласно медико-техническому заданию, первый и второй этаж будут отведены под прием больных и проведение различных процедур. Значит, третий этаж будет как раз хирургия с палатами. И четвертый этаж тоже будет дневное отделение с проведением профилактики. На территории больничного городка построят здание для инфекционного отделения. Оно будет двухэтажным с цокольным этажом. В отделение будут предусмотрены приемные отделения со шлюзами и санприемниками, амбулаторий, стационар, специализированные лаборатории. Общая площадь здания составит чуть более полутора тысяч квадратных метров. Делегация Ненецкого округа принимает участие в съезде «Единой России», который проходит в эти дни в Москве в бизнес-центре «Крокус-экспо», возглавляет делегацию секретарь Ненецкого регионального отделения партии Денис Гусев. Актуальные вопросы развития страны и регионов станут предметом обсуждения на четырех дискуссионных площадках. Экономика роста, качество жизни, городская среда и чистая страна и развитие сельских территорий. В их работе будут участвовать профильные министры, депутаты Госдумы и сенаторы, эксперты и ученые, представители регионов. Пленарное заседание съезда партии «Единая Россия» с участием ее лидера Дмитрия Медведева пройдет 8 декабря. Подробнее о работе съезда расскажет наш корреспондент Мария Владимирова. Во второй день съезда, который пройдет 8 декабря, состоится программный форум в формате дискуссионных площадок, которые будут посвящены реализации разделов программы партии за 2018 год. Также завтра, 8 декабря, состоится пленарное заседание съезда, где будут определены задачи и векторы работы «Единой России» на 2019 год, а также будут утверждены кадровые изменения в руководящих органах партии. Общественная палата НАУ поддержала инициативу активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта о создании зеленого щита вокруг Наринмара. В течение 10 дней общественники направят ходатайство в законодательное собрание субъекта с предложением принять окружной закон о создании лесопарковой зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности. В зеленый пояс вокруг окружного центра предлагается включить прибрежную зону реки Печора, рек Тамарка, Куя, а также Казенное и Харитонного озера. Согласно федеральному закону об охране окружающей среды, в лесопарковых зеленых поясах устанавливается ограниченный режим природопользования и иной хозяйственной деятельности. В частности, запрещается размещение отходов производства и потребления первого-третьего классов опасности, размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, создание объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, трубопроводов, автомобильных дорог, железнодорожных линий, а также объектов здравоохранения, образования, объектов для осуществления рекреационной деятельности, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Сегодня в регионе подвели итоги третьего регионального чемпионата WorldSkills Russia. В течение трех дней молодые профессионалы соревновались в пяти компетенциях. Электромонтаж, ветеринария, физкультура, спорт и фитнес, предпринимательство и поварское дело. На одной из площадок побывала наша съемочная группа. В одной из аудиторий Ненецкого аграрно-экономического техникума в прямом смысле слова кипит работа. Студенты-старшекурсники двух учебных заведений готовят конкурсное задание. За три дня чемпионата каждый из конкурсантов, а их всего восемь, должен приготовить по шесть блюд. Задание до последнего держится в секрете. Оно спускается с национального чемпионата, плюс оно упрощается до уровня регионального чемпионата. Единственное, что у нас за два дня, так называемый С-2, это называется, у нас путем супового жеребия определяется обязательный ингредиент в некоторых модулях. В этом году у нас был чернослив, обязательный ингредиент в рулете куриным. И второй ингредиент у нас был творожный сорок. Списать и тем более подсмотреть за работой соперников здесь не получится. Впрочем, все конкурсанты – ребята серьезные, работу свою знают. Знают ее и эксперты, которые оценивают правильность выполнения заданий. У нас на площадке находится восемь экспертов, и плюс три эксперта у нас еще находятся в слепой дегустации. Всего у нас на площадке 11 человек. Отмечу, что обустройство нового центра компетенции «Поварское дело», открытого в рамках развития движения «Молодые профессионалы», завершилось как раз к региональному чемпионату. Эта площадка соответствует всем международным стандартам движения WorldSkills Russia. Проект реализован при поддержке администрации НАУ в рамках социально-экономического сотрудничества с недропользователями. Есть единые требования – это инфраструктурный лист, где есть определенное оборудование. В вашем регионе проблема с доставкой. Это вдвойне похвала региону, что регион оборудовал. Это одна из самых дорогих компетенций. Данная площадка дает в полной мере проявить мастерство и оценить это мастерство, что немаловажно. В этом году участие в региональном чемпионате молодых профессионалов принимают порядка 50 студентов и учеников старших классов школ. Наибольшее количество участников в этом году зарегистрировано в компетенции предпринимательства. Всего к проведению третьего регионального чемпионата WorldSkills привлечены 50 экспертов. Помощь в организации чемпионата оказывают 50 волонтеров. Как встретить Новый год в лучших семейных традициях жители и гости окружной столицы узнают в гостиной и мастерской «Дом Нового года». Мероприятие организует этнокультурный центр НАУ 8 декабря во Дворце культуры Арктика с 11 до 15 часов. На трех этажах фойе Дворца культуры Арктика будет организована ярмарка продажа новогодних сувениров, открыток и календарей. На мастер-классах за символическую цену от 50 до 200 рублей можно будет своими руками изготовить новогодние игрушки, подарки для близких. Здесь же можно будет узнать о секретах сервировки новогоднего стола, дети смогут окунуться в мир познавательных игр и забав. В библиотеке этнокультурного центра будет работать выставка новогодних сценарных материалов. Кроме того, в рамках мероприятия на третьем этаже Арктики Центр развития бизнеса организует новогоднюю ярмарку «Сделано в НАУ». Предприниматели и мастера Неницкого округа представят свою продукцию с национальным колоритом. Работы местных ремесленников из меха, кожи, кости оленя, текстильные и керамические изделия с национальными узорами, кондитерские изделия с арктическими дикорастущими ягодами. Напомню, гостиная и мастерская «Дом Нового года» будет работать 8 декабря с 11 до 15 часов. В Неницком округе продолжаются декады мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню инвалидов. Сегодня в спортивной школе «Труд» прошел 10-й физкультурный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья. В нем приняли участие более 50 человек из Наринмара, Тельвиски и Красного. Тему продолжит Александра Литкова. Стрельба, дартс, настольный теннис, а также джакала, ноус и шафлборд. Посоревноваться в этих видах спорта решились 52 участника. Один из них – Мафрудин Агасиев. В настольных играх он пока разбирается лучше всех, поэтому перед началом состязаний дает инструкции своим соперникам. Вот у нас 4 ячейки, надо закидывать равномерно. Вот всего можно набрать 148 ночей, это рекорд. Я закидывал 144 на соревнованиях и у нас… Несмотря на то, что настольные игры общество инвалидов приобрело за счет окружного гранта еще два года назад, соревнования по ним проводятся в округе впервые. Люди очень любят эти игры, и здесь могут участвовать и колясочники, и опорники, и здоровые люди, и детки очень любят эти игры. Вот сегодня мы здесь первый раз их выставили. Будут также награждения по этим видам, грамоты и подарки. Это очень такая интеллектуальная игра, и даже здесь инвалиды, которые ДЦП и дауны, им очень интересно, и они здесь увлекаются этими играми. Впрочем, для самих участников подобные встречи – это повод не только выявить сильнейших в спорте, но и возможность с пользой провести время и пообщаться. Для нас, вот инвалидов, это соревнования очень нужны. Мы вместе общаемся, мы часто собираемся, и чем чаще такие соревнования, мы сплоченнее, и мы здоровее становимся. Не говорят, что мы сограниченными, мы безграниченными заболеваниями. А так очень нравится теннис, стрельба. Вот стрельба точно нравится. В этом году Всероссийскому обществу инвалидов исполняется 30 лет. 9 декабря состоится тематический вечер в Центре арктического туризма. А завершится декада, посвященная Всемирному дню инвалидов, праздничным мероприятиям 13 декабря. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». 6 декабря для жителей округа работают два катка под открытым небом. В поселке Искатели каток на улице Губкина открыт для посетителей по средам, четвергам и пятницам с 15 до 20 часов. В субботу и воскресенье с 13 до 20 часов. Выходные выпадают на понедельник и вторник. Каток на стадионе «Дюцлидер» принимает посетителей пять дней в неделю, кроме понедельника и вторника. По будням выйти на лед можно с 17 до 21 часа. В субботу и воскресенье каток работает с 13 до 21 часа, с перерывом между 16 и 17 часами. При посещении катка можно воспользоваться прокатом коньков либо прийти со своими. Лыжный прокат открылся в Наринмаре. Шесть дней в неделю в будние выходные дни прокат в районе лыжероллерной трассы предоставляет свои услуги для жителей и гостей города. 50 новеньких комплектов лыжного оборудования, специальную машину для сушки обуви и многое другое спортивной школе труд удалось приобрести в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между администрацией НАУ и компанией «Лукойл». Сезон на лыжероллерной трассе начался еще в октябре. Сейчас трасса уже обкатана. Аня Семяшкина регулярно на лыжне говорит, многие ее знакомые и родственники активно интересуются, когда откроется прокат. Ведь не у всех есть возможность приобрести необходимый инвентарь. А польза даже просто от прогулок неоценима. «Урабатывает скорость, терпение и то, что можно быть здоровым, если правильно кататься. Надо елочкой и дышать правильно». 50 комплектов лыжного оборудования, специальные сушилки для ботинок, удобные стойки. Порядка миллиона рублей было выделено спортивной школе труд на приобретение необходимого снаряжения для открытия проката. Кроме того, 25 комплектов лыжного снаряжения было закуплено для Ненецкого аграрно-экономического техникума. Помощь оказана в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между администрацией Ненецкого округа и компанией «Лукоил». «Также были выделены средства более 2 миллионов рублей на приобретение запчастей для ретрака. Это специальная снегоуплотительная машина, которая готовит у нас трассу. Эта помощь была нам оказана, мы приобрели, сделали здесь небольшой ремонт в этом помещении, установили специальные стойки под лыжи. Вот вы видите лыжи, палки, это новые комплекты. Также специальные две машины, которые сушат обувь». Современная стойка для ботинок позволяет в короткие сроки не только высушить обувь. Ультрафиолетовое излучение одновременно обеззараживает использованный комплект. Это позволит обеспечивать всех желающих лыжами даже при большой нагрузке, например, в праздничные дни. «Еще специальные скобы держатся. Можно подбирать к любой паре лыж тот размер, который нужен. То есть люди разные по весу, по росту и размеры ноги у всех разные». Каждый день в будни с 16.00 Андрюс Закутаускис готов выдать лыжный комплект желающим. При себе надо иметь документы и небольшой залог. «Прокат работает у нас 6 дней в неделю, будние дни – 16 часов до 22.00, выходные дни – с 10 часов до 16.00. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и деньги». Время проката – 1 час, но даже если человек немного вышел за рамки отведенного времени, никаких санкций применять не будут. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Это все новости к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска – медицинский центр «Решма». Продолжение следует… Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...